Друзья, всем привет! Сегодня затягивать не буду, быстро по новостям. Рад всех видеть, рад приветствовать Казахстан, Украину, Белоруссию, Россию. Рубен Кацанови, если я неправильно назвал, прошу прощения, из какой страны, которые первый раз нашли на вебинары, и сколько уже людей, которые в Португалии. В Португалии приветствуем, здравствуйте, очень приятно. И, соответственно, понять сейчас, кто уже в теме и кто новые люди, для того, чтобы более детально на вопросы ответить. Те люди, которые уже были на вебинарах, те, кто в теме, все знают, что, как работают личные кабинеты, поставьте, пожалуйста, цифру 100. У кого есть какие-то вопросы по кабинетам, поставьте цифру 10. Друзья, можно, пожалуйста, обратную связь всем давать, для того, чтобы это все происходило? Это очень важно. В общем, я понял, сегодня у нас очень много людей присутствуют, я так понимаю, новеньких, которые еще не в теме. Вот, вкратце я начну. Сегодня поговорим о проекте, я вам уже говорил, проект Мавракоин, это криптовалюта, у нее есть открытый исходный код. Открытый исходный код можно посмотреть на гитхабе, где, в принципе, лежат все открытые коды криптовалюты Мавракоин. Вот я вам кидаю ссылочку. Я сегодня не буду делать демонстрации экрана, буду кидать ссылки, будете сами открывать, смотреть, потому что у нас в прошлый раз были некоторые сложности, и хочется, чтобы запись полноценно прошла нормально. И гитхаб мавра.орг мавра. Вот эта ссылочка, которую я вам дал, по ней находится открытый код криптовалюты Мавракоин. То есть те люди, которые до сих пор считают, что криптовалюта не существует, нет технического никакого оснащения, нет блокчейн-кошельков, это не работает, это как бы неправда, потому что вот, пожалуйста, открытый код, можете изучить, можете отдать специалисту, можете... Далее. Запустился проект 24 декабря 2016 года, сейчас уже через 10 дней уже будет 3 месяца. Также объявлен промоушен. Промоушен объявлен для лидеров, которые делают товарооборот первой линии 15 тысяч долларов, и товарооборот общей структуры 25 тысяч долларов. В данном случае вы за счет данного проекта вылетаете в Таиланд на конференцию Руссии. По промоушену я сказал, дальше что из новостей. Дальше по промоушену я вам сказал, то есть на данный момент уже около 10 лидеров выполнило промоушен, уже прилетают в Таиланд и, ну, в общем, будет погружение в это во всем. Далее, что по развитию. В ближайшем месяце, в следующем, планируется открытие офисов по СНГ, это Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина. Далее, тоже в ближайшее время, там месяц-два, будут выступать спикеры в городах ездить. Сейчас люди, которые разберутся в данном инвестиционном инструменте, они могут подать заявки на то, чтобы эти люди приехали, ну и, соответственно, если есть у вас там какой-то товарооборот. Я думаю, эти новости позже администрация разместит на сайте. Ну, Светлана, ну, из двух, далее. И новости. Как вы знаете, позавчера уже сделали регистрацию, возможность регистрировать домены за Мавро, за монеты Мавро Коин. То есть сейчас каждый участник сообщества, у которого есть монеты Мавро, которые приобрел себе Мавро, он может себе так же, я вам покажу, как это выглядит на картинке прям, он может так же себе заказать домен, причем самое важное, что домен, я так понял, как бы не сильно в технических вещах этих силен, зарегистрированы все домены в Америке и очень удобный сервис сам по себе. Сейчас я вам покажу. И цены на порядок ниже, чем если, ну, как бы по общему рынку. Вот, к примеру, скриншот. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если видите скриншот. Вот, скриншот я сделал. Не знаю, я вам не могу ответить, почему в Америке. Наверное, потому что Америка по маркетингу технологически опережает нас лет на 50. Вы в курсе, да, то, что криптовалюта, она популяризирована в Соединенных Штатах Америки. Больше, вот, в остальных странах пока думают, что с ней делать. Ну, и в суть, это отдельная тема. В общем, Мавро домены. То есть тут каждый участник может себе выбрать домен, вот, где написано домен, на окошках вписываете домен, выбираете точку инвестмента, точка, там, ну, как бы разные, да, есть окончания. Выбираете промежуток на какое-то количество времени и регистрации. Соответственно, в этом домен можете оплатить монетами Мавро Коин. Дальше еще какой момент. Прямо в этом сервисе есть отдельная реферальная программа. Она находится, партнерская программа, вот ниже, где указано. Вы в нее можете перейти, перейти по ссылке, возьмите ссылку у человека, который вас пригласил в данный проект, и, соответственно, уже сами зайдете, разберетесь. То есть, ну, это такой, может быть, инструмент не для всех, но это первый шаг к тому, что сейчас уже появилась первая, так скажем, услуга, которую можно оплачивать данной криптовалютой. По выходу на биржу, я думаю, что где-то уже, ну, край, там, в конце следующего месяца, так, ладно, я на вопрос потом отвечу, в конце следующего месяца уже есть такая информация, ну, короче, точную дату не буду называть, я не знаю точную дату, но в ближайшее время данная криптовалюта выйдет на биржи и выйдет сразу на несколько бирж. Таких я тоже, к сожалению, не знаю, вот, но я думаю, там новость будет озвучена на сайте администрации уже непосредственно в проектах. Далее, что еще, что у нас еще, какие изменения? Изменения еще есть по... Я вас сейчас покажу, я полностью как бы не могу, к сожалению, показать, это еще пока закрыто, вы в кабинетах не видите. Все видят, поставьте плюсик, пожалуйста, если сейчас видно скриншот, я сверху открыл, он не полный такой, прямоугольный, все видят, участник, рамки, его вклад, вклады P2P биржи и так далее. То есть, что это такое? Это обновленная статистика, реферальная программа. Скоро она в кабинетах у всех появится, это мне просто скину инфу с поддержкой, чтобы у меня было возможности вам на вебинаре показать. То есть, работа сейчас постоянно идет, постоянно идет совершенствование сайта, постоянно что-то подкручивается. То есть, таким образом, теперь будет выглядеть реферальная программа. Они сейчас протестят и нам всем в кабинетах откроют. Это участник, рамки, вы можете увидеть вклад участника, вы можете увидеть вклад его через P2P биржу, его оборот, его оборот первой линии, P2P оборот, то есть, сколько монет торгуется у него, и какое количество, соответственно, у него партнеров. Ну, тоже довольно-таки удобно сделано, для того, чтобы лидерам проще было взаимодействовать со своими ниже стоящими партнерами. Далее, какие моменты? Далее, еще одна хорошая новость. Эта хорошая новость, скорее всего, сегодня коснется Елены Круниной, Олега Малева и Шапогат Булетбаевой. Простите, если неправильно назвал, просто имена на английском написаны, у нее не совсем понятно. Если что, меня поправьте просто-напросто. Это для жителей Казахстана. То есть, в ближайшее время на P2P площадке добавятся банки Казахстана. То есть, сейчас люди, которые проживают в Казахстане, сейчас на P2P бирже появятся банки казахстанские, и вы сможете покупать и продавать мабора за торги напрямую. То есть, за торги напрямую, в общем, и не нужно будет пользоваться платежными системами сторонними. Соответственно, это позволит вам сэкономить огромное количество денег, когда вы будете пополнять, либо выводить счет. Дальше, дальше. Что еще из новостей? Что еще из новостей у нас? Может быть, есть какие-то вопросы, друзья? Есть сейчас какие-то вопросы? Давайте быстренько по вопросам пробежимся. Я дальше по кабинету пройдусь, чтобы людям рассказать, что и как. Надо сделать пакетную рассылку для рефералов, рассылку сообщений. Рассылку чего сделать? То есть, сделать... Я так понимаю, вы, Светлана, говорите о том, чтобы можно было рассылать сообщения по всей структуре, да? Ну да, кстати, это было бы очень удобно. Я сейчас сохраню ваш комментарий, то есть, как поддержка может быть нам с помощью. Сделать я бы тоже, в самом деле, пользовался. А за офисом подробнее расскажи. Андрей. Ну, первое, то, что офисы будут открываться у лидеров, у которых есть определенный товарооборот, какой я пока, к сожалению, не знаю, это нам уже озвучили, да, на сайте. Единственное, что могу сказать, то есть, будут выделяться средства, по-моему, сумма денег на поддержание офиса, там будет проводиться презентация, может быть, какой-то будет бренд-бук и так далее. Вот. И именно в городах, где уже будут открыты первые офисы, туда уже будут приезжать спикеры, подготовленные, которые могут проводить полноценное обучение для ваших партнеров, давать информацию, ну и, в принципе, вы можете одними из первых этим воспользоваться. Потому что вы, наверное, все понимаете, да, что сейчас такое отношение немножко к проекту стороннее, то есть, люди немножко опасаются. Почему? Это я, кстати, рассказываю для новых людей, потому что на сайте mavro.org размещено лицо Сергея Пантелеевича, Мавродя, да, и многие ассоциируют данный инвестиционный инструмент с нашумевшей канал своей пирамидой. Я вам просто, ну, как бы, из той информации, которой я владею, я же вам даю то, что она, как бы, у меня есть, вот, то я практически со стопроцентной уверенностью могу сказать, что данный инвестиционный инструмент, данная криптовалюта никакого отношения к прошлой нашумевшей пирамиде не имеет. Далее, какие моменты? То есть, я про открытый код говорил, и тут, наверное, я сейчас не буду вас грузить там открытыми кодами всякими, просто нужно самому просто зайти, разобраться, если вы не можете, не в состоянии с вами разобраться, попросите людей, которые соображают в криптовалюте, или просто хотя бы сделать очень простую вещь. Просто-напросто установите себе офлайн-кошелек на ваш компьютер, пусть пройдет полностью синхронизация, попробуйте пополнить счет и просто посмотрите, каким образом это работает, потому что криптовалюта, она, как бы, по себе не является, да, ну, как бы, криптовалюта без кошельков блокчейна, это не криптовалюта. То есть, тут все техническое оснащение есть. Мало того, что есть техническое оснащение, то тут еще очень важный момент, оно выполнено очень качественно. Многие писали в чатах, а что будет с криптовалютой, когда она выйдет на биржу и так далее. По планам развития просто говорю всем. Сейчас активное развитие идет на СНГ, то есть, те люди, которые сейчас разберутся и выберут для себя этот инструмент, смогут приумножить, очень хорошо приумножить свои средства. Мы об этом говорили два месяца назад, мы об этом общались со многими партнерами два месяца назад, кто-то не верил, но сейчас люди уже начали подтягиваться, потому что, ну, как бы, фон определенный сыграл, да, лица, который висит на сайте, но, тем не менее, он также сделал, дал положительную реакцию по одной простой причине, что люди, ну, как бы, обратили внимание на данный проект. А сейчас со временем уже начали, соответственно, разбираться. Там будет только обучение, еще будут обменники. Андрей, хороший вопрос. Я думаю, этот вопрос не для вебинара, и можете его задать, написать мне в личку. Если есть у кого какие-то вопросы по работе проекта непосредственно, по кабинетам, давайте для новичков быстренько, быстренько пройдемся, да, для новичков, что я могу сказать. Есть кабинеты личные, есть реферальная программа, все вопросы, которые у вас есть. Первый, у нас уже записано, уже около 15 вебинаров, вы это прекрасно знаете, да, можете эти вебинары посмотреть в личном кабинете, у вас с правой стороны есть раздел. Вообще, все ответы на вопросы, которые вам необходимы, можно получить вот по этой ссылочке. Ну, соответственно, если вы не зарегистрированы, попросите человека, который вас регистрировал, ссылочку вам дать. И в разделе «Форум» вы найдете ответы абсолютно на все вопросы. Кошельки сейчас на данный момент у Мавракоин, у криптовалюты Мавракоин, готовы на Mac, на операционную систему EOS, готовы на Windows, готовы на Linux. В общем, все инструкции, которые есть по обновлению кошельков и так далее, они все есть на форуме. То есть вы там все можете, соответственно, изучить. Дальше, дальше, дальше. А, вот еще одна важная новость. В ближайшее время, в ближайшее время, я думаю, в ближайшей новостью начали записываться отзывы уникальные, то есть у встречастников, от партнеров, сообщества Мавракоин. И в ближайшее время у вас появится множество качественных видеороликов с отзывами живых людей, которые участвуют в проекте, которые зарабатывают деньги. Ну, в общем, увидите просто, насколько уровень хороший этих роликов. И сами уже сделаете выводы. Те люди, которые в самом начале начинали, да, пришли проект, вы помните, очень много было недоработок по личному кабинету, много было недоработок по статистике. То есть все сейчас эти недоработки, все нюансы, которые были, они устранены, и сайт постоянно совершенствуется. Включена двухфакторная авторизация, то есть сейчас в личном кабинете необходимо всем участникам установить пароль, потому что буквально там полтора месяца, по-моему, назад был взлом одного из личных кабинетов, и вывели деньги от этого. То есть сейчас все просто. Вы заходите в настройки свои и устанавливаете платежный пароль. Без платежного пароля никто деньги снять не сможет, но как бы это такая дополнительная защита. Если вы еще включите двухфакторную авторизацию, то это практически невозможно сделать. И из-за депозитов, которые там на счету есть, как бы хакеры не будут. А будет ли на кошелек внешний работать рефбонусы только от пополнения суммы, а от того, что реферал майнить нет? Смотрите, реферальные бонусы, сразу моменты объясняем. Реферальные бонусы начисляются в любом случае. Если человек пополняет через личный кабинет, то есть платежные системы, какие есть, AdvoCash, PerfectMoney, Bitcoin, еще, по-моему, что-то есть. А если человек пополняет через P2P-диржу, то тоже начисляется реферальный, но реферальный, обращаю ваше внимание, начисляется, если человек сразу зачисляет деньги на депозитный счет. То есть, когда у него есть получение через P2P-диржу, он зачисляет на депозитный счет, вам начисляется реферальный. Если человек зачислил случайно средства на бонусный счет, на второе, давайте я вам поставлю вот эту еще раз картинку, чтобы было понимание. Вот у нас в левом углу видим под картинкой Mavro видим депозит и бонусный счет. То есть на бонусный счет, если деньги начисляются, а реферальные не начисляются, даже если вы сделаете реинвест. С реинвестов вообще реферальные не начисляются. То есть начнение реферальных идет только с новых денег, то есть с новых средств. Пока вот так вот. Еще какой момент был, то есть помните, да, мы уже говорили, изменен был, не изменен был, а маркетинг-план теперь работает только основной, бонусный убрали, и теперь работа только по основному маркетинг-плану. От того, что реферал майнить нет. Еще какие вопросы? Статы к нам присоединились. Здравствуйте. Давайте еще по вопросам. Новости я сегодня озвучил все, в принципе, самые такие актуальные, основные. Те люди, которые сейчас еще успеют, ну как бы, примут решение, принять участие в промоушене, которое пройдет, ну, в мероприятии, соответственно, который пройдет в Таиланде в конце месяца, у вас есть такая уникальная возможность воспользоваться этим, выполнить его, и, соответственно, уже подать заявку и приехать. Будет очень круто, приезжают очень много серьезных лидеров, многие из них присутствуют в части. Про товары, ну, про товары я сказал, а, сейчас, прошу прощения, даже не, спасибо, что я напомнил, еще по товарам, сейчас я вам дам, дам, дам информацию, одну секунду. По мерчанту, то есть сейчас, мы уже озвучили на прошлом вебинаре, сейчас, еще раз озвучу, сейчас появилось возможность, внимание, вот прям обратите, на это внимание, это очень важно, на самом деле. У Мавракоин, то есть подключен мерчант, теперь, что такое мерчант? Мерчант позволяет подключать любые интернет-магазины, которые предоставляют свои услуги, либо товары, и принимать в оплату монеты Мавракоин, то есть с помощью этого мерчанта. Соответственно, на форуме в разделе, на форуме в разделе новости, вы можете посмотреть последнюю новость с описанием полностью, я вам сейчас найду, вот ссылочка. То есть, я к чему это все говорю, допустим, у вас есть сейчас какой-то действующий бизнес, вы продаете там условно, тапочки, носки, там варежки, кто-то машины, кто-то какую-то аппаратуру и прочие вещи. У вас сейчас есть возможность, то есть вы, к примеру, разобрались в проекте, решили для себя, что вы можете за ваши товары принимать данную валюту, даже несмотря на то, что ее сейчас нет на бирже. Кстати, по поводу того, что монеты нет на бирже, это вас сильно вообще не должно смущать, потому что любое ICO, любой криптовалюта, оно, в принципе, по такой логике идет. Я уже много раз говорил и еще раз повторюсь, что почитайте, каким образом происходит из его криптовалюты. И тем самым, что вы получаете? То есть, вы получаете деньги, по сути, которые растут с доходностью 25% в месяц. Еще, то есть стоимость одной монеты сейчас составляет 1 доллар. Еще, если вы вдруг, так скажем, решите продержать какое-то количество времени эти деньги, они растут 25% в месяц, после того, как данная криптовалюта выйдет на бирже, то есть она еще может вырасти в цене. Соответственно, как бы прибыль может быть удвоена. Что я говорю по развитию? То есть развитие PSNV, открытие офиса и ближе к лету будет освоение рынков Китая, будет освоение рынков Европы, США и так далее. То есть, ну, как бы, проект очень динамично развиваться будет. И я бы, думаю, ну, как бы, он еще нашумит, и вы еще много раз о нем не слышите. Вопрос, как бы, в другом. Вы рядышком будете стоять за этим и за всем наблюдать, либо вы будете в нем принимать участие? Это не призыв, как бы, никакое действие, а к тому, что достойных инструментов, которые позволяют зарабатывать, там, в среднем, да, там, где-то 20-25%, на рынке их очень мало. А этот инструмент является одним из достойных. Почему я, как бы, не могу это утверждать, потому что у нас есть свой клуб, кто многие не знают. Здравствуйте, Турция. Турция к нам только что присоединилась, рада вас видеть. Эстония, по-моему, тоже присоединилась, флаг, не могу вспомнить. За мошенников расскажи новичкам. А, за мошенников, да. Спасибо, что напомнили. Дальше, тут был небольшой нюанс. Сайт, сайт мавра.онлайн. Сейчас я вам скину сразу ссылочку, чтобы вы знали. Здравствуйте, здравствуйте. У нас очень много друзей из Турции, которые с нами сотрудничают. Мы тоже очень вас рады видеть. Вот, я вам сайт скину, для того, чтобы вы на него не нарывались, и вдруг ваши партнеры не нарывались. То есть, это мошенники, если туда заведутся деньги, то есть, вывезти уже оттуда, ну, понятно, что не сможете, потому что у вас просто-напросто обманут. Я вам сейчас даю сайты, зеркало основного сайта, вот, пожалуйста. Mavra.org основной сайт, и есть еще дополнительное зеркало, сейчас, сейчас скажу, где же оно, Mavra.org и Mavra.system, то есть, два сайта основных. Первый основной, второй зеркало, то есть, в случае недоступности первого сайта. Ну, и, в принципе, наверное, все. По новостям, наверное, все. Есть еще у кого какие-то вопросы? Если нет, наверное, привет из Португалии. Португалия, здравствуйте. Если есть еще какие-то вопросы, давайте быстренько разберем, и сегодня, наверное, затягивать не будем, потому что новостей и так много, вы и так уже в курсе всего, на самом деле. в чатах вся информация идет, вывод средств идет, завод средств идет, то есть, ну, как бы, ограничений никаких по выводу нету на данный момент. То есть, все работает как часы, все хорошо, ну, как бы, мне очень сильно все нравится. Моим партнерам тоже очень все нравится, поэтому, поэтому, как бы, рекомендую просто присмотреться и разобраться. Также есть краны, на которых вы можете зарабатывать бесплатно. Ольга, в Новосибирске офис будет? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, я же не в Новосибирске. Если там будут активные люди, которые изъявят желание открыть офис в Новосибирске, я думаю, что будет. Я вам чего, Ольга, предлагаю, если вы хотите открыть офис в Новосибирске, сделать товар оборот и прилететь на мероприятие, это самое крутое. Сами все узнаете, от первых. А, вот так Юрий уже ответил, будет. Ну, значит, Юрий знает лучше, чем я буду. Если человек, который оставил заявку. Есть человек, который оставил заявку. Да, также принимаются заявки, то есть, если у кого вообще, что я рекомендую сделать, то есть, я очень много вижу вопросов по работе с сайта и так далее. То есть, чтобы вы понимали, каким образом я работаю, каким образом работает моя команда. Мы не пишем в чат вопросы, мы все вопросы пишем в поддержку. Я пишу в поддержку, мои партнеры пишут в поддержку. Можно самому приехать на мероприятие? Да, самому на мероприятие можно приехать, есть уже люди, которые прилетают самостоятельно на мероприятие, но, соответственно, если вы не выполнили промоушен, то вам необходимо сделать это за свой счет. Но даже если вы приедете за свой счет, я вам обещаю, что вы не пожалеете, потому что, чтобы вы понимали, организация мероприятия проводит с криптовалютой MavroCoin, клубом Threadment Lab, музыкальным сообществом Bermodas и криптовалютным сообществом «Русский блокчейн». «Отель известен». Да, «Отель известен». Я вам сейчас не буду тут ничего писать по этим вопросам. Пишите. «Какая комиссия при выводе на AdvoCash?» Анатолий, комиссии никакой. С AdvoCash на AdvoCash нет никаких комиссий, насколько я знаю. Я выводил без комиссий. «Отель известен». Да, Ольга, после вебинара мне напишите, или моим партнерам, или лучше своему вышестоящему спонсору, и он вам скажет, что и как. Если он не ответит, напишите мне, у меня информация вся открыта. На AdvoCash вывод от двух «УЕ» и комиссий 0%. Все верно. На AdvoCash всегда вывод без процентов идет. Давайте я вам предоставлю официальные ресурсы сейчас, чтобы вы смогли посмотреть всю информацию. Вот, пожалуйста. Это официальный чат, это официальный канал, также вы можете посмотреть Twitter, Facebook и прочие вещи. Далее, 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 далее. У меня все, друзья, давайте еще минуту выделяем на вопросы. Если вопрос ни у кого нет, то я думаю, что сегодня уже пора заканчивать. Очень было все быстро, информативно. Я очень рад, что... Еще очень много вопросов по бирже. Юрий, какие вопросы? Давайте разберем. Мне будет просто проще отвечать на ваши вопросы, если вы будете задавать. Какие вопросы по бирже? Расскажи о заморозке 31 день. Когда вы инвестируете средства и кладете их на депозитный счет, то у вас средства замораживаются ровно на один месяц. Если вы решили продать Mavro на P2P бирже и купить, допустим, Kiwi, то есть вы одни деньги отдаёте, а другие деньги получаете, либо Сбербанк, либо там любую платежную систему, которую вы пользуетесь, и у вас с момента зачисления на депозит не прошло 30 дней, и тогда у вас продажа через P2P биржу будет с комиссией в 10%. То есть 10% себе заберет на площадку. По той простой причине, что в правилах прописано, что депозит у вас должен находиться не менее 30. Если вдруг произошло такое, что у вас 30 дней прошло, и, допустим, еще прошло 7 дней. То есть реинвестировать средства, выводить и заводить их заново, не обязательно, они у вас просто находятся на основном балансе. Прошло, к примеру, 40 дней, и вы решили сделать то же самое самое через P2P биржу. Тогда у вас средства списываются, но комиссии уже никакой нет. То есть заморозка идет один раз. Если вы вывели деньги, завели снова, они снова заморозились. Если у вас 30 дней прошло, и вы решили вывезти, допустим, не через 2 месяца, а, допустим, через пол-2 месяца, вы все равно их выводите без комиссии, потому что у вас вот эта заморозка 30 дней, она прошла. Если покупаете Мавро через биржу и выбираете депозитный счет, то идет как новое пополнение. Идет как новое пополнение. Да, все верно. Лера, спасибо, что поддерживаешь. Реинвест считается новым пополнением. Реинвест не считается новым пополнением, и за реинвест реферальные бонусы не начисляются. То есть если у вас человек под вами реинвестировал какие-то средства, и вам не начислено реферальные, вам не нужно писать об этом в час, что вам не начислено, ай-яй-яй, это плохо, либо еще что-то. То есть, скорее всего, он это сделал с бонусных средств, а с бонусных средств реферальные не начисляются. На данный момент пока так. курс будет после добавления мавра на биржу александр это вечный вопрос он задает на каждом вебинаре я к сожалению не могу предсказывать потому что не являюсь человеком у которого есть такие навыки вот и поэтому та информация которая озвучена даже если он сейчас озвучу курс который будет на год отталкиваться от него сугубо личного мнению я думаю что курс ближайшие два два с половиной месяца будет расти так вообще сами разберитесь посмотрите вообще курс будет поддерживать следом мне кажется что курс будет поддерживаться на протяжении какого-то времени в районе одного доллара вот дальше там как будет зависеть уже от развития проект но я думаю мы с вами уже те люди которые сегодня присутствуют на вебинаре и примут решение уже при выходе мавра на биржу не будем ничем рисковать по одной простой причине что за это время уже сможем умножить средства которые инвестировали и уже после этого уже так скажем сыграть сыграть на те монеты которые у нас останутся уже как бы мальчику и собственными собственными средствами при покупке мавра через биржу и выбрал бонусный счет потом сделал при инвест это же считать новым пополнением верно нет если человек принял на бонусный счет и потом сделали инвест это пополнением новым не считается то есть это косяк человека поэтому если ваша пополнение через битву биржу покупает то есть вам нужно проконтролировать чтобы эти средства зачислил сразу на депозитный счет а не на бонус если вам зачислить на бонусный счет тогда вы реферальной не получите к вопросу больше нет на бонусный потом сразу не будет можно на бонусной потом сразу выводить доR са бонусного mandate можно сравнивать с депозитным может соответственно на депозитных зачислилась вам а dank 4 она и на бонусный зачислилась вам не начать с içors 유тр о что человек купил вам реферальные начислится сразу же правил, или не правил. А еще какие-то есть вопросы? Вот к нам партнеры немножко позже просоединились из Турции, из Штатов, из Латвии, по-моему, да? Может быть, есть какие-то вопросы разобраться? У Казахстана какие-то вопросы по банкам есть? Давайте тогда даем еще одну минуту, и спустя минуту уже, наверное, завершаем. Если у кого какие-то будут дополнительные вопросы, задавайте спонсорам своим, пишите, обращайтесь, также есть чаты. Сейчас, Евгений, после вебинара скинет чат, в который вы можете присоединиться в Телеграме. Там есть очень много партнеров, которые уже разобрались в проекте. Когда следующий вебинар? Вебинар у нас проводится два раза в неделю. Вторник и четверг время всегда одно и то же. В 19.00 по московскому времени. Вы можете приходить на следующий вебинар, приглашать партнеров своих, и, в принципе, они тут получат всю полноценную информацию. Если на вебинаре необходимо сделать обзор еще раз личного кабинета, просто я объясняю, почему я сегодня это не делал. По одной простой причине, что у нас записано уже около 15 вебинаров, они есть на YouTube-каналах, и вы можете, включив этот вебинар, просмотреть всю дополнительную информацию и ответить себе на все вопросы. Каждый вторник и четверг. Вводом также проводится лидерское обучение, закрытое. То есть, в прошлый раз мы делали лидерское обучение для всех, но решили, что такого больше не повторится. По одной простой причине, что очень тяжело проконтролировать, что за люди присоединились на вебинар. А там мы обсуждаем немножко другие вещи, которые на этом вебинаре мы обсуждать не будем. Все, дорогие друзья, большое спасибо, что вы нашли сегодня время, большое спасибо, что вы сегодня пришли, выслушали меня. Если у кого-то есть какие-то вопросы, недоотвеченные, если у кого есть вопросы по мероприятию и принять участие самостоятельно в нем, ну, как бы, не выполняя промоушен, а самому приехать, то напишите там либо мне, либо в поддержку вам скажут, как это сделать. Далее, что еще резюмируем? Мы резюмируем, что есть у нас сайт не очень хороший, куда не стоит запускать партнеров, да, дабы не было никаких проблем и потери денег. Есть открытый код на ресурсе GitHub, который вы можете изучить. Есть кошельки полностью, обновленная реферальная программа, есть промоушен, в ближайшее время открываются офисы, в ближайшее время будут спикеры, выступают в городах. В общем, ну, как бы, сейчас только все начинается, поэтому, Сеня, за вами. Всем большое спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok